Хотел вам показать один интересный способ, который позволит вам ваш домашний сервер вывести наружу. То есть, допустим, у вас есть старый компьютер с хорошей азушкой, с хорошим процессором, с кучей места на диске, чтобы его использовать в своих пэд-проджектах для того, чтобы вывести сервисы какие-то наружу, есть один интересный способ. В прошлом видео я заказывал сервер на DigitalOcean за 4 доллара, но там CPU-шка, по-моему, 0.5 и 500, или 0.3 даже, и азу, по-моему, 1 гигабайт. И то не факт. В общем, если здесь посмотреть, а вот написано 1.5 гига азу с CPU, полгига азу, а с CPU вообще непонятно. То есть, там вообще какие-то мизерные. И с таким сервером, ну, условно, запустить Java проект или что-то серьезное, сервер какой-то, это вообще не вариант. Но, допустим, у вас есть домашний сервер. Я для этого поднял виртуалку на всякий... Так, масштаб 100, 200, вот так вот, чтобы побольше было видно. Так, я для этого поднял виртуалку, чтобы наглядно попробовать показать, как это все работает. Так, как здесь правильно сделать? Допустим, вот у вас есть сервер внешний с публичным IP, с мизерными какими-то параметрами. И сервер, у которого там сколько здесь, 8 гигов азу и у вас CPU, по-моему, да, команда. И 7, ну, ну, короче, какой-то хороший процессор. К серверу подключаемся удаленному, именно вот к этому, на DigitalOcean'е. И ставим на него интересного ПО. А, вообще, есть как альтернатива Ngrok, например. Но Ngrok, он в бесплатной версии очень ограниченный, имеет функционал. Там endpoints всего один, то есть один порт можно слушать. И это такое себе. Допустим, у меня 4 проекта, я хочу все их поднять и посмотреть, как это будет работать. Поэтому эта тема не подходит. Есть такая интересная тема, как TailScale. Но это программное обеспечение, оно помогает объединить компьютеры, сервера в разных локациях, в разных подсетках под одну какую-то подсеть. Условно, вот здесь даже иллюстрации есть. Вот, допустим, 4 каких-то сервера, и они все в одной подсетке. До каждого из них можно будет достучаться. Это тема до определенного момента бесплатная, но до 3 юзеров и до 100 серверов, условно, домашних компов, можно юзать. Платные это уже... Ну, платные я не пользуюсь, это не надо. Короче, регаемся на TailScale и начинаем ставить ПО на сервера. На оба сервера надо будет поставить. Например, на винду у меня уже стоит вот здесь вот. Поставим на виртуальную машину. Так, не скопируются, что ли? Да, это интересно. Давайте там попишем. Курл минус f маленькая, с маленькая, с большая, l. Ttps. TailScale.com. Слышинстал. Саш. Саш. Катит? Я правильно все ввел? Интересно. Ну, видимо, да, раз он просит пароль. Так, отклипся паролем опять. Мисклик. Так, он что-то мутит. Апт апдейт делает, обновляя. И ставит службы TailScale. Вроде весит немного. Так, вроде поставил. И надо проверить, поднялся ли сетевой интерфейс. TailScale. Да, пожалуйста, поднялся сетевой интерфейс. Теперь надо, видимо, залогиниться. Апт коннект логин. Ага. TailScale. Апт. Окей, ну давайте судо пусть будет. Отлично. Блин, отсюда я, наверное, тоже не скопирую, да, нормально? А, есть идея, есть идея получше. 192.55. Залогинемся. 192.55 отсюда. И сможем спокойно копировать. Так, это окошко получается нам не нужно. Как там было в судо? 192.55 отсюда. Апт. Отлично. Допустим, нам нужен этот адрес. Копируем его. Вставляем. Боже ж ты мой, я только что залогинился. Приконнектили устройство. Отлично. И смотрим девайсы. Так, машины. Вот, пожалуйста. Это у меня винда. Да, то есть, та машина, на которой я сейчас сижу. Вот, я здесь поставил клиента. И мы видим, что есть... scale device. То есть, моя виртуалка доступна с моей винды. Значит, она будет доступна откуда угодно. И перейдем в... На сервер... DigitalOcean. ВПС вообще очень дорогая штука. Но для каких-то локальных экспериментов можно поднять такой сервер домашний и выкинуть его наружу. Наверное, снова попросит, да, установить? Отлично. Куда пошел? Как мы можем назад? Ясно. Ясно. Так, download. Отлично. Linux. Скопировали. Ставим на сервер DigitalOcean. Так, здравствуйте. Поставим. Поставим. Здесь тоже надо будет нам залогиниться и поднять службу. На 31 мегабайт архива. Ясно. Машинка медленная. Видимо, поэтому есть определенные сложности. Хотя нет скачивания. Почему-то долго длилась. Так, отлично. Что-то готово. Scale Up. И он мне говорит, типа, залогинься, друг мой сердечный. Хорошо. Добавляем. И смотрим девайсы. Вот три девайса. Это моя Windows машина. Это Linux'овая виртуалка. То, что может быть вашим сервером домашним. И сервер в Сан-Франциско, который находится. Судя по описанию. Вот DigitalOcean. Теперь я хочу с сервера DigitalOcean достучаться до своей виртуалки. У меня нет белого айпишника. Я буду обращаться по внутреннему айпишнику. Так, это у нас DigitalOcean. Давайте попробуем пингануть, что ли. Отлично. Пинг, правда, большой. Но, тем не менее, это работает. Значит, сервер доступен. Ура. Теперь можно для примера попробовать поднять какой-то сервис на виртуальной машине. И настроить редирект на сервере DigitalOcean. Так, сейчас мы для примера поднимем какой-нибудь сервис на виртуалке. И посмотрим, что из этого выйдет. Так, в итоге я нашел свой сервис. Так, который я когда-то публиковал. Для этого нам надо Docker поставить на домашнем сервере. Поставим быстренько Docker. И попробуем запустить эту вещь. Отлично. Ну, я перейду из-под рута. Никому не советую из-под рута. Там надо просто постинсталляционные действия делать в Docker. Добавить там пользователь. Создать группу. Добавить в группу своего локального пользователя. И только потом использовать из-под своего локального пользователя. Ну, для примера, я думаю, сойдет. Так, приложение как пример скачалось. Теперь его надо необходимо запустить. Я немножечко тут поэкспериментировал заранее. Docker run минус. Запускаем его. Он слушает 8000-ый порт. И, собственно, мы можем проверить. Docker OS. Отлично работает. 8000. И мы можем, скорее всего, со своей машины достучаться, так как у меня Tailscale активирован. Так, скопируем IP-шник. И 8000. Отлично. Hello World он мне пишет. Теперь, ну, это локальная сеть. Как мне вывести его наружу? Окей, я его вижу внутри сети. Если я подключусь с этого же логина, условно, с любого другого места, активировав Tailscale на своей машине, я достучусь до виртуальной машины. Но я бы хотел это выкинуть наружу, чтобы дать кому-то попробовать. Как и с NGRK, только без каких-либо ограничений. Соответственно, теперь нам необходимо будет настроить на сервере DigitalOcean проксирование запросов. Вот, честно, не помню, как это делается, но, насколько я помню, Apache можно поставить. Необходимо поставить Apache, настроить Redirect, и там будет видно. Так, соответственно, апдейт мы делали. Давайте поставим Apache 2. Так, вот эту тему. UFW нам неинтересно. Ставим Apache быстренько. Он должен мне выдать по белому IP-шнику, что Apache установлен. Так, возьмем белый IP-шник, и посмотрим. Запустись. Да, отлично, Apache запущен. Это публичный IP-шник. Понятно, что HTTB. Но здесь также можно настроить HTTPS с помощью CRT-боты с валидным сертификатом. Но, я думаю, по инструкции это можно настроить самому я, поэтому пока это трогать не буду. Хочу посмотреть. Работает Firewall здесь. Надеюсь, он отключен. Inactive. Но, для примера, он не нужен. Окей, теперь Apache стоит. Теперь нам надо настроить Redirect. Так, не Redirect, а Reverse Proxy. Так, нам получается, надо поставить Mod Proxy. Mod, бла-бла-бла. Понятно. Закидываем. Так, здрасте, ваша тетя. Так, понятно. Рестартанем службу. Python, зачем мне Flask? У меня и так пример написан на Flask. Так. Отлично. Давайте эту конфигурацию посмотрим. Дефолтный. Он смотрит сюда, но нам необходимо заменить условно на вот эту вот вещь. Ужас подвисает из-за бинга. Все-таки мисконтинентальные запросы. Попробуем сделать таким образом. Так, это нам не надо. Нам тоже не надо. Что ж ты будешь делать? Так, и сюда мы, по идее, должны вставить IP-шник своего, своей виртуалки, ну или домашнего сервера, как вам угодно. Давайте проверим. Порт тоже надо будет поменять, так как это 8000, но не 80, 80. И, насколько я понимаю, нам надо рестартануть. И давайте проверим. Отлично рестарт работает. Апач. Ни хрена не работает. А, нет, вот все отлично работает. Уже хотел расстроиться. Вот таким образом мы вытащили сервис, который у нас находится внутри моей домашней локальной сети. вывели наружу. Теперь можно экспериментировать, показывать друзьям, запускать какие-то пэт-проекты. Если было полезно. Ну, я надеюсь, что было полезно. Собственно, все. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...